Вновь в эфире Акчен ТВ, программа Полюс. Мы обсуждаем первые предварительные итоги голосования наших граждан на парламентских выборах. Итак, почти 8% уже обработано бюллетеней, партия социалистов набирает 31,16%, демократы — 30,33%, АКУМ — 19,33%, и политическая партия ШОР — 10,31%. Ну, получается, 8%. Илья, как вы можете это прокомментировать? Такой маленький, например, отрыв между партией социалистов и между демократической партией. Вас это удивило? Ну, я думаю, что тут большую роль достаточно сыграла, прежде всего, те округа Приднестровские, которые в первую очередь были посчитаны. То есть, возможно, именно это и сыграло свою роль, и, возможно, именно это и объясняет ту ситуацию, которая возникла в результате голосования граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Я думаю, что когда будет, если взять и посмотреть четкую картину именно исключительно по этим двум округам, то уже можно будет сделать какие-то выводы именно вот в связи со всей этой историей подвоза голосующих. А что касается вот этих результатов, ну, я думаю, что еще рано все-таки делать прогнозы на 8%. Поняла, спасибо. Виктор Федорович, вы что-то скажете, как-то комментируете эти 8%? Ну, в принципе, с самого начала передачи я говорил о недостатках избирательной кампании. Эти недостатки связаны, в первую очередь, с организацией избирательной кампании, за которой отвечает, в первую очередь, правящая партия. Правящая партия, как я понимаю, работала, в первую очередь, в своих интересах. Ее на каком-то этапе надо было, значит, остановить, покритиковать и так далее, и так далее. Сейчас уже об этом довольно поздно говорить, потому что процесс, как говорится, состоялся, да, и идет только по счету. И повторяю, что все уже будет зависеть, в какой мере будут документированы все эти нарушения. Они не были документированы на соответствующем этапе. И если сейчас в течение 48 часов оппозиция, все оппозиционные силы, которые считают, что надо занять ясную позицию за демократию, за принципы, за соблюдение в том числе Конституции и законодательства, они не займут правильную позицию, а правильная это значит активную позицию, тогда, безусловно, что надо будет признать, что вот партия демократов, я не верю этому результату, больше того, я говорю, что нельзя вообще подводить какие-то выводы после 8%. А давайте напомним нашим телезрителям, вот сейчас все хором вместе сделаем усилия, и напомним вот по всем социологическим опросам, которые были перед выборами. Вот какой был тренд? Вот примерно, Илья, давайте начнем, потом господин Гамурарий, господин Степанюк. Тренд был следующий, значит, партия социалистов, она получала по опросам больше 40%, то есть я думаю, что еще есть достаточно неподсчитанных голосов, которые могут дать этот результат. Демократы, насколько я помню, были в районе 19-20%, я правильно говорю? Да, правильно. И чуть больше, по-моему, даже было у предвыборного блока ОКОМ. Так. Вот, на мой взгляд, сейчас нельзя говорить, что вот эта картина кардинально отличается от этих опросов, но просто вообще рано подводить итоги по итогам 8%. Это верно. Господин Гамурарий, вы согласны с этой оценкой, да, которую сейчас напомнил? Ну да, я бы хотел добавить то, что тренд был заметен, мы четко знали, мы понимали все, то, что к выборам непосредственно рейтинг демократической партии возрастет, потому что мы видели все процессы, в принципе, за последние две недели, ну, я хочу сказать, что огромная работа проводилась, то есть очень упорная, и мы понимали, что, потому что видно было, что вот те результаты, которые были, то есть, в принципе, и встречи с населением, ежедневные встречи, и все, что происходило, в принципе, дело в том, что мы верили в то, что процент будет расти с каждым днем. Ну, по крайней мере, вот, заметно, то есть для меня неудивительно, что 30% или будет там 25-30%, сколько будет, но чтобы было понятно, когда было 20%, и я помню хорошо за последние два года, из чего вышла демократическая партия, какой процент был, но последние месяцы, то есть это реальный подход, реальная работа, реальный результат, то есть мы и пришли с этим сленгом, говорили, что реальные дела, а не просто разговоры, и это все приводит к тому, что результаты, а то, что четыре партии есть, ну, об этом всегда говорили, что четыре партии, которые пройдут следующий парламент, больше всего шансов было, да, ну, не было такого 10-процентного у партии Шор, а блок ОКУМ, он последние две недели, он падал постоянно в этом смысле, в принципе, то, что было ожидать, я не думаю, что хотя бы, возможно, на последние недели все эти заявления, которые делались, наверняка где-то сыграла злая шутка, в том числе, относительно их избирателей. Уже демократическая партия, по большому счету, мы никогда никого не атаковали, мы проводили, ну, хотя нас атаковали со всех сторон, поэтому я вижу реальный результат, то, что сегодня проходит. Я зачитаю последние данные, 9,11 обработано в бюллетене, партия социалистов 31,16, так и остается пока, да, процента, у демократы 29,75 процента, ОКУМ 19,41 и Шор 10,61 процента. Ну, давайте, конечно, все-таки будем ждать, чтобы была более презентабельная какая-то выборка, но мы начали с вами говорить о явке, и вот вы вдвоем не сказали все, что вы думаете по этому поводу. Виктор Федорович, что вы скажете по поводу этих цифр и голосование принесло? С самого начала первым пунктом записал у себя, что одной из очень неясных позиций нынешней избирательной кампании, как никогда за 30 лет, это количество избирателей в нашей стране. Почему конкуренты не обратили на это внимание? Почему они не настояли на вести порядок? Кажется, что явка 49 процентов. По моим подсчетам, явка, в принципе, в пределах 60 процентов. Это очень хороший результат для нашей страны, потому что 2,9 миллиона избирателей в стране сейчас нет. И мы можем садиться с специалистами, подсчитать и приблизительно определить, что избирателей меньше 2,5 миллионов, в принципе, в стране. Закрыто за 10 лет в стране 300 тысяч рабочих мест. Большая часть этих людей уехала из страны. И это заметно, и это даже почти официальная информация, что каждый день из страны выбывает 80-90-100 человек. Элементарно уезжает. Этих людей в стране нет. Они проголосуют там за рубежами? Неизвестно. Посмотрим. Уже, как говорится, подсчет окончательный покажет. Поэтому относительно явки, она 49 или, как я говорю, приблизительно 60 процентов. Здесь можно поспорить, да. Но, в принципе, вот берем на примере сел Госпенгар-Мурари. Это относится к вам, к вашей партии. Посмотрите ближнележащие районы. Иловенский, Неспоренский, Страшенский, Кривлянский и так далее. В самых больших селах, значит, одна треть, а иногда и 50 процентов, значит, в селе этих избирателей нет. И любой примарь, если вы с ним посоветуетесь, поговорите, он скажет, ясно, в других селах, маленьких, бедных и так далее, там вообще 2 трети населения нет. Откуда может быть в стране 2,9 миллиона избирателей? Нет. Поэтому надо считаться, что если количество избирателей меньше, и все-таки миллион, и почти 1,5 десяток, это очень хороший результат, это хорошая активность. Виктор Федорович, я вас благодарю. Мне вот сейчас подсказывают, что у нас на связи известный политолог Александр Рар. Вот сейчас мы еще чуть-чуть, вот говорят, что нужно подождать, вот пока попытаются связаться наша съемочная группа. И я думаю, что свои вопросы, если они у вас будут, то можете задавать и вы. Господин Рар, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что согласились выйти с нами на прямую связь. Если позволите, для вас и для наших телезрителей я оглашу последние результаты голосования. Да, значит, это результаты 9,90, ну, 10 процентов будем считать, значит, уже обработано бюллетеней. И согласно этому, партия социалистов набирает 30,46 процентов, демократы 30,29, АКУМ 19,79 и политическая партия ШОР 10,72 процента. Вот такие у нас цифры. К сказанному могу добавить, что одна из ведущих политических партий уже заявила, что выборы были нечестными и мошенническими. Не знаю, что мне, что скажете вы по поводу этих выборов. Ну, мне кажется, что если посмотреть на результаты голосования, которые сегодня вот или сейчас в эти минуты становятся известными, то вывод очевиден. Ни одна партия не набрала достаточно большое количество голосов, чтобы иметь большинство в парламенте и ставить правительство. Поэтому впереди очень длительные, может быть, мучительные переговоры о создании коалиции. Но в этом Молдова не является какой-то уникальной страной. Посмотрите, в Европе сейчас всюду та же самая ситуация. Это приходится партиям, которые идут на парламентские выборы и потом получают вот именно большинство, вот именно таких же 30% и не больше, договариваться уже с соперниками о том, как вести дальше страну. Господин Рар, вот у нас председатель парламента, один из лидеров демократической партии, сказал, что вот Россия вмешивалась в предвыборный процесс. И он считает это вмешательство определяющим, то есть оно внесло свой негативный оттенок. Как вы полагаете, это тоже такой тренд во всем обвинять Россию? Либо здесь нужно сидеть и детально изучать его обвинения в части того, что решение президентов двух стран по амнистии и другие моменты, они как-то повлияли? Ну я бы сказал так, но Молдова достаточно все-таки, ну извините, уже маленькая все-таки страна. Конечно, влияние извне на вашу страну постоянно есть. Но я не думаю, что Россия занималась здесь чем-то нелегальным или злоумышленным. Просто Россия уже несколько, я бы сказал, месяцев или если не лет, конечно, свои прерогативы и свои приоритеты в отношении Молдовы четко продемонстрировала. Она хочет, чтобы такая страна, как Молдова, тоже не уходила полностью в Европейский Союз, тем более в НАТО, и сотрудничала с Россией и с другими странами евразийское пространство, может быть, в рамках Евразийского экономического союза. Эта перспектива же не такая уж страшная для вашей страны, как мне кажется. Но если говорить о влиянии извне, то нужно упомянуть, конечно, и целый ряд статей в крупных газетах и средствах массовой информации Запада. Нужно при этом сказать, что просто месяцами или даже годами я не читал вообще ничего о Молдове на Западе. Просто как-то о Молдове немножко забыли. А сейчас вдруг такой всплеск большого интереса. Действительно, и в Европе вспомнили, и на Западе вспомнили, что все-таки есть такая страна, как Молдова, своими очень такими большими проблемами, геополитическими проблемами, что страна разрывается между Европейским Союзом и Евразийским экономическим Союзом. Но что было новое, это то, что очень сильная критика обрушилась на проевропейские движения, европейские партии у вас в стране. И создавалось впечатление после прочитания вот этих статей Франкута Альгемана Цайту, в Зьюдорче и в других, в том числе и в английских газетах, в англоязычных, кто просто на Молдову уже смотрят с большим подозрением, как на страну, которая просто завязала где-то в коррупции. Я думаю, что это тоже повлияло так или иначе на избирателей, которые видят, как на Западе смотрят на Молдову, и поэтому сделали определенные выводы, за кого голосовать и как изменить ситуацию. Господин Рар, и последний вопрос. Мне интересно ваше мнение в отношении комментария посольства Соединенных Штатов. Перед выборами они вышли с комментарием, в котором своим гражданам не рекомендовали появляться в местах массовых скоплений людей. Они сказали прямо в своем комментарии. В Молдове возможны беспорядки. Как вы полагаете, такие вот вещи, они делаются при каких ситуациях? То есть на самом ли деле, когда у людей уверены, что нечто будет происходить вот такого рода, и исключаете ли вы, что у нас возможны какие-то такие сценарии вот, значит, с участием массовых каких-то беспорядков, столкновений и других неприятных вещей? Ну, лично я надеюсь, и следя за ситуацией все-таки в Молдове, я думаю, что во многом все-таки ваша страна политически и в общественном смысле более стабильна, чем еще несколько лет тому назад. Конечно, будет очень много недовольных. Те, кто проиграли или не добились того результата, которым они мечтали, будут протестовать. Мне кажется, какие-то протесты или какие-то демонстрации своего недовольствия будут, но я честно думаю, ну, вряд ли будут массовые демонстрации. Ну, у украинского варианта, честно говоря, который можно было предположить еще 2-3 года тому назад, когда вот эти противостояния было гораздо жестче между силами, которые смотрели на восток и которые смотрели на запад. Сейчас, мне кажется, эти силы все-таки способны между собой договориться. И поэтому вот массового беспорядка я не вижу. Но у меня это самый сигнал американцев или заявление американского посольства им граждан очень удивляет. Потому что это можно говорить, когда уже есть какие-то факты, если что-то происходит, если есть действительно реальная опасность каких-то столкновений, в которых может быть замешаны или пострадать американские граждане. Но этого же просто нет. Поэтому это некрасиво выглядит. И опять ставят Молдову в целом в какую-то странную ситуацию. Я бы вместе американцев подождал бы и сделал все для того, чтобы, как и другие страны делали, чтобы эти выборы были более спокойными и демократическими. Господин Рар, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе и отвечали на мои вопросы. Спасибо вам большое. С удовольствием. Вот сейчас говорят мне, что у нас может выйти на связь господин Стариков. Вот пока режиссер связывается с ним и даст мне команду. Кто-то будет комментировать выступление господина Рара? Я бы хотел сказать то, что было сказано о том, что эти политики могут договориться. То есть это хороший знак. Это означает, что на Западе смотрят на политический класс Республики Молдова, как на повзрослевший, который может договариваться даже в тех ситуациях, когда предвыборная кампания была очень жесткой. Я поняла. А в отношении того, что он про российское вмешательство сказал, что он не очень верит, вы это не хотите прокомментировать? Ну, естественно, это правда, потому что большие государства, естественно, имеют свои интересы. Главное в том, чтобы были какие-то определенные пределы. Но я всегда знаю то, что государство позволяет себе насколько вмешивать, насколько позволяет соответствующей власти. Да, я благодарю вас за ответ. У нас есть возможность пообщаться? Господин Стариков, вы слышите нас? Добрый вечер. Господин Стариков. Нет, к сожалению, у нас сорвалось. И поэтому я прошу прокомментировать комментарии господина Рара. Алья, вы. Господин Рар очень известный политолог, который отличается очень взвешенной и объективной позицией. И мне было очень интересно выслушать его мнение по нашим выборам. Я думаю, что он очень хорошо, несмотря на то, что он находится сейчас в Германии, но я знаю, что он довольно часто бывает у нас, и он достаточно правильно оценил ситуацию в Молдове. Благодарю вас. Николай Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что согласились принять участие в нашей программе. Я сейчас для вас и для наших телезрителей хотела бы последние данные из Центра избиркома зачитать. К этому часу обработано 11% из бюллетеней, у партии социалистов 31,3%, у демократов 30,3%, АКУМ 18,8%, партия ШОР 10,7%. Господин Стариков, как вам вот эти цифры? То есть смотрите, партия социалистов 31%, а демократическая правящая партия 30%. Вот акцентирую ваше внимание. Как вы это прокомментируете? Неожиданно, нет? Ну, это с одной стороны неожиданно, с другой стороны, мне кажется, это вполне ожидаемый результат, потому что у партии социалистов и у демократической партии есть свой электорат. Вот мы видим, знаете, как говорят обычно, общество разделено. Мне кажется, в данной ситуации мы видим, что, к сожалению, ни одной политической силой в Молдавии не удалось получить большинству. Я, конечно, являюсь сторонником партии социалистов, очень рассчитывал на то, чтобы к промолдарскому президенту добавится и промолдарский парламент. Мне кажется, что в ситуации тех цифр, которые вы озвучили, ну, хотя бы предварительно, для политиков в Молдавии наступит время поиска компромиссов для того, чтобы и парламентская власть, и президентская, они вместе действовали в интересах молдавского государства. Николай Викторович, не могу вас не спросить, тем более, вот у меня сейчас в студии находится пресс-секретарь демократической партии, той партии, которая обвинила Россию прямо во вмешательстве в выборы в Республике Молдова. Вы заметили такое вмешательство, да или нет, и почему? Знаете, у меня такое ощущение, что появилась какая-то мода искать российское вмешательство. Вот это вмешательство нашли в Соединенных Штатах Америки, уже дальше все демократии калибром поменьше, тоже просто обязаны найти российское вмешательство в свои выборы или еще в какую-то сферу. Ну, а если серьезно, то, конечно же, никакого вмешательства в выборы в дела Молдовы мы не наблюдали, и я в данном случае, как представитель России, хочу сказать, что и не осуществляли. Собственно говоря, те результаты, которые вы сейчас озвучиваете, мне кажется, являются просто прямым опровержением каких-либо попыток выдвигать любые обвинения в адрес Республики. Я думаю, что такую вероятность, учитывая те результаты, которые сейчас звучат, исключать нельзя, однако я являюсь последовательным сторонником сильной президентской власти. Поэтому я думаю, что это лишний повод задуматься и молдавским парламентариям, и, безусловно, в первую очередь избирателям о том, чтобы вернуться к системе президентской власти в Молдове. Мне кажется, это пойдет только на пользу молдавского государства. Николай Викторович, благодарю вас за то, что вы нашли время и отвечали на наши вопросы. Спасибо и доброго вам вечера. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, вы слышали комментарии еще одного политолога, на сей раз российского. Очень мне интересно, как вы оцените его прогнозы, его аналитику. Виктор Федорович, Ромского. Ну, прогнозы и анализы, он довольно приблизительный. Безусловно, что политолог не знает полностью, значит, нашу ситуацию. Я хочу еще один аргумент привести. Вот эти предварительные результаты, которые показывают, что демократическая партия набирает 30%, блок АКУМ набирает 20%, это более 50% избирателей. А это проевропейские силы. А все исследования специалистов, повторяю, специалистов в социологии в последние годы показывают, что отношения или сторонников проевропейского курса в Молдове меньше 50%, даже меньше 40% во многих исследованиях. А здесь получается больше 50%. Это... Это интересное наблюдение, да? Это говорит о том, что выборы или результаты только предварительные, или выборы были сфальфицированы. Господа Гаммурарь, не могу не спросить, вот второй политолог не находит российского вмешательства, а Господа Гаммурарь не первый раз об этом говорит. Так кто из них все-таки прав? Ну, было бы странно нас слышать от представителей Российской Федерации. Ну, там еще и господин Рар был, да? Да. Ну, хорошо было сказано моим коллегой, господином Киселевым, о том, что Рар очень взвешенно, то есть очень хороший политолог. Я тоже не раз слушал его выступления, конечно, с огромным опытом, поэтому высказался очень четко, и в данном случае, в принципе, я другой реакции не ожидал. А в данном случае, то есть, председатель Российской Федерации что-то сказал, что он привержен ведь партии социалистов, и с его точки зрения не было вмешательства. Мы когда говорим, опять же, есть некоторые вещи, которые из-за рубежа не совсем хорошо известны. То есть, вы полагаете, что господин Стариков не знал про амнистию мигранта? Нет. По его мнению, возможно, нет такого влияния. По нашему мнению, где-то было влияние, где-то было вмешательство. Потому что, я, например, еженедельно общаюсь, сейчас во вторник приезжают бельгийцы, журналисты, которые меня в последние годы спрашивают, что происходит в Молдове и так далее. Когда я им привезу конкретный пример, они говорят, да, мы об этом не знаем. Людмила, дайте. Я предоставлю, я прошу прощения, Виктор Федорович, у меня только один момент вот к комментариям, да? Но мы же помним, что вот, смотрите, Facebook заблокировал сколько аккаунтов, Илья? Ну, порядка 20. 150. 150-20 из них. Да. И вот у некоторых у них прям вот следы, по их мнению, это не россияне уже делали, это делали представители компании Facebook. Они нашли, что это следы ведут в правительство. И вот при этом, после всего, как вы понимаете, о том, что пытаются вмешиваться в выборы, да, как-то так вот все это, не было сделано заявление. Вы как-то это можете прокомментировать? Ну, конечно, во-первых, когда мы говорим о том, что есть вмешательства со стороны Российской Федерации, например, то же самое можно сказать, что есть вмешательства со стороны других государств. Да, например. Вот скажите сейчас четко, вот не только Россия, кто еще вмешивался в выборы? Это не я буду говорить, а пусть говорят оппозиционные партии, которые говорят о том, что на них влияет или социалисты, например, могут сказать. Понятно. Элегантно так, да. Но в любом случае, это практика существующих международных отношений, которые хорошо знают, у каждого государства есть свои интересы. Главное, чтобы не переходить к какие-то красные линии. И каждый раз, я всегда говорил о том, что страна допускает вмешательства в свои внутренние дела насколько она допускает. Потому что, если будет четкая позиция, если будет четкий разговор между политиками и политическими партиями, если будут четкие правила игры, то, в принципе, не будет тех, понимаете, куда ходит рыбалка? Я понимаю, но демократы потом сказали, что вот Фейсбук обвинил во вмешательство. То есть, понимаете, вот демократам как бы мешали все россияне. Вот сейчас Фейсбук вмешивался. Или это так кажется? Нет, россияне никогда демократам не мешают. Мы говорим о том, что есть некоторые представители российской власти, которые пытаются вмешаться в внутренние дела республики. Это разные вещи. Потому что россияне и российское правительство это совершенно разные вещи. Соглашусь. В данном случае. С точки зрения политологии, да. А с точки зрения, то, что касается Фейсбука и так далее. Я бы, понимаете, когда появляются такие моменты в разгар подвыборной кампании, по крайней мере, за несколько дней до выборов, возникают вопросы, кому-то, опять же, та же самая латинская фраза, кому-то выгодно. И поэтому здесь очень много вопросов. Поняла. Я бы хотел просто короткую реплику. Простите, потому что я... Виктор Федорович все хочет сказать. Вы сказали, что вмешательство осуществляется в той степени, в которой... Допускается. Допускается, да. Я хотел сказать, что наше правительство допускает вмешательство, например, США, в гораздо большей степени, чем России. Потому что такие заявления, как делал, допустим, господин Петит, бывший посол США, практически диктуя, какая коалиция должна быть создана в результате выборов, они не позволительны ни в какой мере, ни для какого дипломата. И наша власть в лице, скажем так, демократической партии на данный момент спокойно восприняла это. В то время как абсолютно, на мой взгляд, невинные вещи, которые приходятся с российской стороны, встречаются в штыки. Это просто, на мой взгляд, просто вопрос двойных стандартов. Так. Виктор Федорович, вы что-то хотели сказать? Я буквально повторяю. Классика. Он сказал, в принципе, верно. Речь идет о двойных стандартах. Вспомните, значит, в 2012, 2013, 2014 огромное количество разных заявлений европейских лидеров, что они поддерживают либеральную демократическую партию, они поддерживают вашу партию, они поддерживают проевропейские курсы, они поддерживают коалицию проевропейскую. Это что? Это то же самое. И вы правы, вы, господин Гамраль, правы, что это мы позволяют себе. И ваша партия позволяет. Но странно все-таки поведение партии вашей, в смысле, не пускаем российских журналистов сюда. О чем мы боимся российских журналистов? Это же пресса. Во всем мире ее уважают. А зато пускаем из США этот пресс. Да. Потом, значит, постоянно эти выступления, куда-то едет председатель парламента, и говорят, да, мы не позволим одно, другое, третье, пятое России. Зачем постоянно об этом декларировать? Мы же собираемся все-таки сотрудничать, поднимать экономику. И зачем? Виктор Федорович, мне вот говорят, что у нас сейчас на связи Джулиетта Кьеза, известный журналист, который, кстати, был в эфире нашей программы. Господин Кьеза, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Кьеза, для вас и для телезрителей хочу прочесть предварительные итоги голосования. Спасибо. Да. Центральная избирательная комиссия обработала 11% бюллетеней. И вот согласно их подсчетам, у социалистов 31,3%, у демократов 30,3%, а КУМ 18,8%, политическая партия ШОР 10,7%. Остальные не проходят избирательный порог. Господин Кьеза, как вы эти результаты можете прокомментировать? Ну, это видно, что все-таки социалистическая партия получила меньше, чем ожидалось в преддверии. Я считал прогнозы, это мы сказали, 39% ожидалось. И сейчас вы говорите, что они получили только 31%. Ну, пока только 11% обработано, да? Да. Ну, конечно, это предварительно. Ну, это видно, что мне кажется, что это результат соответствует прогнозу в целом. Большинство населения не хочет однозначно идти в Европу. Несмотря на все попытки сказать, средства массовой информации и Европы доказать, что молдаване хотят Европу, этот результат говорит о другом. И поэтому, если уважать демократию, как принято в Европе, надо признать, что не существует такой вариант. Европейский вариант Молдовы не демократичный. Так я бы сказал. Господин Кьеза, у нас сейчас все говорят, что будет после. То есть, вот результаты, все-таки, если мы посмотрим, они были неожиданными с некоторой точки зрения. Потому что отрыв между социалистами, по всем прогнозам, был гораздо больше и следующими участниками. Но вот сейчас происходит то, что происходит. Вот у вас есть какие-то варианты, как у нас может развиваться ситуация? Могут быть какие-то коалиции, могут быть повторные выборы. Может быть масса различных вариантов. Вот вы лично сторонник какого? Я не могу судить о коалиции, потому что предварительно еще данных недостаточно, чтобы фигурировать какой-то альянс реальный. Я думаю, что ситуация похожа, на мой взгляд, на ситуацию, которая была на Украине до переворота 2014 года. Такая ситуация была, что я был несколько раз в течение двух-трех лет на Украине. Я принял участие в несколько дебатов. И тогда я поддерживал идею, которая мне оказалась самая решительная, что Украина не должна была решить между Европой и Россией. Украина была великолепная, большая страна, которая могла бы действовать самостоятельно, быть нейтральной, быть нейтральной и иметь хорошие дела и с Европой, и с Россией. Это был вариант разумный. И я повторяю, тоже тот вариант мог быть просто прекрасный и для Молдовы. Зачем включить Молдову, например, в альянс НАТО? Почему? Я думаю, что молдаване должны понимать, почему так настаивают европейцы, чтобы одновременно Молдова стала и членом Европы, с исключением России, конечно, и членом НАТО. Почему? Это очевидно. Потому что НАТО – это инструмент, который позволяет полный контроль на политическую деятельность страны. Вот. Это все, что происходит и в Монтенегро, и в Горватии, и в Италии. Все мы находимся под полным контролем Соединенных Штатов Америки. Вот оно. Значит, с одной точки зрения есть вариант сохранить независимость страны. Те патриоты, которые считают, что они любят собственную страну, должны уважать их суверенитет государства. А если, например, Молдова идет прямо в руках НАТО и прямо в руках Европы, потеряют и суверенитет. Очень просто. Поэтому выбор очевиден. Не надо выбирать Европу. Не надо выбирать никого. Надо сотрудничать со всеми близкими странами, которые окружают Молдову. Это вполне сопоставимо с реальной ситуацией, коммерческой ситуацией, промышленной ситуацией, богатством. Получить кредиты и платить из-за этого с одной и с другой стороны. Я считаю, что это вариант самый разумный и самый спокойный. Господин Кьеза, вот у нас, когда были парламентские выборы 2014 года и до 2014, выборы 2009 года, вот никто, в принципе, не скрывал, что на формирование коалиции очень сильно влияли представители Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Как вы считаете, вот на этих выборах нам стоит ожидать этого влияния Соединенных Штатов и Евросоюза? Я думаю, что это на 100% надо ожидать. Любой итог этих выборов будет под сильный нажим со стороны Европы. Они могут влиять, потому что я не дипломатичный человек, я говорю откровенно. Ваши руководители уже очень сильно скомпрометировались. Они получили много денег, во-первых, которые потом надо отдать. Они получили обещания, они получили много чего сдать. Поэтому влияние будет очень сильно. Потом я знаю ситуацию ваших средств массовой информации. Влияние Запада – это влияние денег. И деньги – очень мощные инструменты влияния. И они будут использовать на полном коду все эти средства, чтобы влиять на общественное мнение, чтобы говорить вещи, которые нереальные, неправдивые, чтобы, как сказать, обманывать. Просто будет гигантский обман. Потому что если Молдова идет в направление Европы, весь политический спектр Центральной Европы будет меняться в сторону Европы. Господин Кьеза, можно еще один вопрос? Вот смотрите, перед выборами департамент МИДа Российской Федерации выступил с заявлением. И вот в своем комментарии он сказал, что Молдова может пойти по украинскому сценарию из-за того, что посольство США вмешивается в предвыборную ситуацию в Республике Молдова. Вот вы согласны с таким видением, с такой трактовкой? Это факт. Извините. На глазах видно, например, все, что происходит, например, в Македонии. Посмотрите, в Македонии произошел практически переворот. Организованы посольства Соединенных Штатов Америки Скопье. Это всем очевидно. Они платили депутаты, чтобы они голосовали, как американские и европейские котели. Деньги. Когда у вас есть в кармане много миллионов денег, вы можете покупать половину новых парламентарий. Это будет очень просто. Сколько людей у вас имеют такая особенность, чтобы защитить собственную страну? Это трудно найти. Такие люди. Нужны очень высокие этические стандарты, чтобы защититься от этого. Все, что происходит в Македонии, все, что происходит в Альбании, все, что происходило в Монтенегро, это то же самое, что будет происходить в Молдову. Просто это даже легко предвидеть. Детали. Будут только детали. Остальное будет проводиться по этим курсам. Более того, имея большинство стрессового информации, они могут рассказать миллионам людей все, что они считают им выгодно. И будут делать. И те, которые не имеют информации, имеют малую информацию, недостаточную информацию, будут обмануты и будут верить на фальшивые обещания. Господин Кьезе, я благодарю вас за то, что вы были рядом с нами, комментировали. Будем вместе следить за тем, как развивается ситуация. И если нам еще понадобится, мы хотели бы просить вас о комментариях. Буду рад, буду надеяться, что в следующий раз могу приехать в Молдову, потому что этот раз были трудности, чтобы я приехал. Я могу подтвердить, что у нас российских журналистов, телеканала НТВ и Россия, к сожалению, не пропустили. И мы просто-напросто не стали рисковать в этой ситуации. Спасибо вам. Я не узкий, я все-таки европейец. Да, но я не думаю, что... Они тоже европейцы. Я не думаю, что то, что вы сейчас говорите, сильно понравится. Вот мы сейчас послушаем комментарии представителя правящей партии. Спасибо вам большое, Господин Кьезе. Доброго вечера вам. Спасибо. Я европейец. Господин Камурай, Ну, это был уже не россиянин, да, в этот раз. Как вы можете прокомментировать его видение? То есть оно достаточно для правящей партии не очень приятно. Ну, почему? То, как он видит, в принципе, исходя из той практики, которая существует в балканских странах. Я могу привести десятки примеров других экспертов, тоже европейцев, и в том числе итальянцев, швейцарцев, бельгийцев, которые считают, что и в Черногории, и в Македонии произошло немного по-другому. По крайней мере, естественно, там были интересы и Российской Федерации, и западных стран. Это даже не обсуждается, потому что Балканский регион. Я хочу сказать то, что те слова, которые Господин Кеза сказал о том, что в Молдове не так много морально устойчивых политиков. Так давайте приведем пример. Когда мы подняли вопрос о одномандатниках, и потом смешанная система, мы говорили, что мы хотим, чтобы политический класс в Молдове изменился, что пришли новые люди, люди, которые на самом деле будут дорожить этим государством, будут понимать, что Республика Молдова это их государство. Ты когда нанимаешься, ты становишься депутатом или ты становишься министром, ты становишься менеджером, ты работаешь на своих граждан, а не они на тебя. То есть менять нужно менталитет полностью. И поэтому в данном случае я, конечно, согласен с тем, что необходимо морально устойчивые люди для того, чтобы можно было решать в интересах Республики Молдова. Кстати, то, что мы сделали, потому что это фраза, которая про Молдову, мы говорили четко о том, что да, у нас есть базовый договор об ассоциации с Европейским Союзом. У нас это международный обязательств, который мы должны выполнять на выгоду Республики Молдова. Но при этом мы говорим о том, что мы хотим дома создавать хорошие условия для того, чтобы показать, что мы работаем для своих граждан. Спасибо. Виктор Феоргиевич, я видела, когда говорил господин Кьеза, вы очень часто кивали. Вы со многим так согласны? Я согласен. Выражали так свое согласие? Да, потому что он бывал в Молдове много раз, он разбирается, видите, как он следил за социологическими исследованиями и так далее. Большей частью надо согласиться с этим и так далее. Я даже скажу больше, что, повторяю еще раз, что если бы он, его тоже удивил немножко результаты, и он прав в этом смысле, потому что сандажи, социологические исследования, все эти последние два года показывают очень ясный, четкий тренд партии социалистов на уровне 40-45%, и здесь результат, значит, он довольно слабый. И в этом смысле надо разобраться. Второе, я уже приводил аргумент насчет геополитического коэффициента, да, вот, он тоже здесь совпадает со всеми социологическими исследованиями, потому что социологические исследования все последние двух лет показывают в пределах проевропейскую, за этот вектор от 36% до 42%, а в данном случае он набирает здесь больше 50%, вот, и многое другое. я хотел, значит, сказать два слова господину Гаммурарю. Господин Гаммурарь и господин Кьезов об этом говорит, безусловно, чтобы не втянуться в украинский сценарий, а такая опасность все-таки есть, и он не только Кьезов об этом говорит, здесь говорят и другие политологи, в том числе польские, в том числе, значит, немецкие и так далее. Когда мы говорим о морально устойчивых людях, надо разобраться, кого мы пустили в избирательную кампанию и разобраться с проблемой, которая осталась на совести нынешней именно власти, да, с этими миллиардами, украденными. И с какой стати мы и все вы, а остальные пустили, значит, партию Шора в избирательную кампанию. А какой вообще о какой элите, которая способна объединить страну, мы можем вообще говорить? Потому что так или иначе вам придется, вам, я имею в виду, демпартии, да, придется в первую очередь говорить, наверное, все-таки с пробрезидентской партией, с самим президентом, что президент продолжает, значит, выполнять дальше свой мандат. И здесь, безусловно, что эти элиты, да, ваша элита, то есть демократическая партия, значит, партия социалистов и другие, они каким-то образом должны иметь какую-то общую платформу для того, чтобы строить эту страну. Мы что будем... Много вопросов, господин Гамурарь, сейчас вот, если можно, да, по очереди хотя бы. Ну, давайте скажу так, есть хорошая фраза, худой мир лучше любой войны, поэтому в любом случае я всегда был сторонником переговорного процесса и договариваться, в том числе по вопросам кардинально разными, потому что понятно, что, например, у социалистов есть одно видение развития республики Молдова, демократов другое, но самое главное... различается. Давайте забудем им этом, что у Майя Санду другое, и у вас второе, и у социалистов третье. Ваша платформа, я уже говорю, как опытный политик, да, ваша платформа совпадает, процент она 90. Единственное, есть название демократической партии, есть конкретные лидеры, есть конкретные видения, как нужно грабить эту страну или развивать эту страну. И я вам скажу, что в вашей партии есть огромное количество нормальных людей, которые хотят доброе. У социалистов тоже есть, и у правых тоже есть, они граждане этой страны. 80%, вы согласитесь, вы же подготовленный специалист, я вас знаю, профессионал. 8% людей хотят жить в этой стране. И общие подходы, экономика, надо ее развивать, создавать рабочие места, создавать условия для малого и среднего бизнеса. У нас все партии, вот 4 партии, которые идут сейчас в парламент, в принципе, они буквально социал-демократические, я вам скажу, по доктрине. 4 социал-демократические партии, они по-разному называются, и обвиняют друг друга. Вы воры, вы предатели, вы такие, вы сякие. С какой стати? Нас разделяет, в первую очередь, геополитический, значит, наш подход к этому, что, да, мы думаем, что это вопросы, мы решим с Америкой. Вот будем ходить, значит, и ждать подачи от России, от России, от Европы, от Соединенных Штатов. Извините, что я так сказал, но это верно. И в конце концов, когда мы видим, что проблема в стране усугубляется, потому что, что бы ни говорила Демпартия, что она решила такие проблемы, господа, есть конкретная статистика, и эту статистику можно открыть, и там написано ясно, в стране осталось меньше полмиллиона рабочих мест, а их 10 лет назад было в два раза больше. И это говорит о том, что люди уезжают, почему они уезжают? Они же не уезжают от того, что здесь у нас все процветает. Наоборот, они не видят никаких перспектив для своих детей. Эту страну нужно спасать. И Демпартия до сих пор принадлежала ведущая роль. Они были правящей партией, они должны были предложить программу. Притом, усадить всех за стол. Давайте, господин президент, будем работать вместе. Давайте, господа правые, дойдите там самое. У нас нет, эта страна пропадает. Я государственник, вы знаете мою позицию. Я хочу, чтобы в этой стране, она развивалась, она может быть конкурентоспособной. Мы как нация должны стать конкурентоспособными. У нас большие проблемы, с соседями, и надо становиться наравне с ними. А мы не способны. Мы выгоняем из страны, значит, людей. И в притом это делают, я говорю, ведущие политики страны. И это проблема для элиты вашей партии, это проблема и для социалистов, это проблема и для правых. Надо в конце концов где-то договориться. Но, на этом этапе, вот сегодня вечером надо разобраться вообще, если мы друг другу доверяем. Потому что результаты, например, я им не доверяю. У меня есть большие подозрения, что они... Вот это, 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 это нужно сказать, подтасованы. Да? Я перевожу просто вот этот жест. Вы будете отвечать, господин Гаммурат? Я бы хотел, если можно добавить короткую реплику, что можно сколько угодно говорить о реформах, об их успехе, о строительстве дорог или о программе Примакаса. Но если наблюдается отток людей из страны, если люди уезжают и голосуют ногами, значит, все это не факты, а ворбы. предварительные результаты обработано 20,83, и у нас у социалистов 30,3, у демократов 28,9, АКУМ 20,2, ШОР 11,1. Вот дают. Вот такие. Вы заметили, кстати, что как тенденция была задана с 5%, вот так эта тенденция и держится, держится, держится. Мне показался этот момент очень интересным. Господин Гоморай, будете как-то комментировать? во-первых, я не хочу оправдывать сейчас в данном случае власть, что касается оттока наших гаражей, потому что это не вчера и позавчера началось. Конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос рассматриваться по-другому, но в любом случае, я всегда был за конкуренцию, потому что когда существует конкуренция, тогда ты создаешься нормальные рабочие места и тогда люди остаются в стране. Можно приводить много примеров и Ирландию, Португалии, Норвегии, которые после второй мировой войны остались практически без граждан, но в любом случае приход, и вот здесь очень важно зависит от политического класса, возможности и умения договариваться. Обратите внимание, что мы в этой компании и в принципе та компания, которая про Молдова, мы практически не касались вопросов геополитики. То есть специально, потому что мы понимаем очень четко, что на вопросе геополитики ввели все предыдущие предвыборные кампании и в конце концов ничего хорошего не приводило, потому что реальных вопросов не было. Я надеюсь и очень сильно хочу, чтобы политические партии, которые пройдут в парламент, да не только они и остальные, чтобы в любом случае предвыборная кампания закончилась и после этого начать договариваться, рассматривать вопросы относительно тех реформ, которые можно проводить в Республике Молдова, потому что иначе мы понимаем четко, что в принципе это будет череда такой постоянных ситуаций, когда то ли досрочные выборы, то ли опять какие-то... были такие заявления, что это... Сится, для этого и не так делать. Есть с credible по нему, с точки зрения где в странице может не прибыть абсолютно из-за subtросов, но за текст将 вы можете HPD appeals interest не manera ク detached и в прибыле Я просто подумала, как это все стыкуется с заявлениями демократов, что они про Молдову. То есть они теперь говорят, мы не за Европу четко, мы и не за Восток, мы теперь про Молдову. Мы не говорили, что мы не за Европу. Я опять же повторюсь, у нас базовый договор, договор об ассоциации с Европейским Союзом является основным международным документом, по которому руководствует Республика Молдова. И когда критикуют европейцев, лидеры демократической партии, они все равно в глубине души за Европу. Это правильно я понимаю? Нет, они, во-первых, не критиковали. Нет, ну как не критикуют? Секундочку. Виктор Федорович, давайте напомню вам и телезрителям. Ну вот последний момент очень яркий. Вот когда выборы местные, да, вот помните, премьер выступал и сказал, что так давили. Ну так давили европейцы на него. И смс-ки присылали. И вообще вели себя некрасиво. Было такое? Было. Конечно. И потом были еще заявления после лишения финансирования. Тоже были как-то не очень европейские. Вот давайте с этим разберемся. О, я прошу прощения, вот пришла новость, что республиканский референдум состоялся. Не знаю, кто счастлив от этого, но вот эта новость есть. Да, госпожа Руссу заявила, что в флебисците приняло участие более 1,45... КОНЕЦ СИЛЬНЫЕ СИЛЬНЫЙ 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 СИЛЬНЫйuste, как это вы화�opt pendulumle... У всех был отказ, и вот все-таки, тем не менее, у нас такие цифры. И только добавлю к нашему разговору, не могу не добавить, цитата Андриана Канду. Он сказал так, это была напряженная, но красивая компания. Слово красиво, мне особенно здесь нравится. Можете это не комментировать, это так, к слову. По поводу решений... Людмила, извините. Значит, призыв, оказывается, призыв Компартии, партии социалистов и других вообще не брать. Пери, значит, были проигнорированы людьми, но это такое не может быть. Не может быть. Если я доверяю этой партии, я уже доверяю, потому что она ведет меня правильной дорогой. Они, другие, третьи, пятые. Поэтому вот еще один факт, что непонятно, что происходит с результатами. Вот этих выборов. Вы хотели что-то сказать, Илья? Ну, я просто... Во-первых, еще раз хотел сказать, что по моим наблюдениям, то, что я, когда брал бюллетени для голосования на выборах, я обратил внимание, что практически вся колонка ведомости референдума была заполнена отказами. То есть у меня очень серьезные сомнения по поводу того, что референдум действительно состоялся и... То есть вы не очень доверяете тоже тому, что говорит госпожа Русс? Не доверяю. Абсолютно. Не то, что не очень, очень не доверяю. Понятно. Вы, судя по всему, с этим сейчас как-то... Есть факты. Возможно, там, где... Вот мои коллеги, там, где были написаны рефузы, возможно, те вот 400 или 500 тысяч человек, которые... Разница между теми, кто проголосовал, и теми, кто проголосовал за референдум. А вот у меня возникает такой вопрос. Смотрите, Майя Санду уже сказала, что это были мошеннические, нечестные, какие угодно выборы. Еще с реакцией не выступили социалисты. Мы не знаем, что они сейчас скажут, как они оценят эту компанию. Давайте теперь с вами представим, что социалисты тоже выходят и говорят, вот это коллеги, и начнут демонстрировать нарушения. Вот о них скажут, с доказательствами красиво выйдут, красиво скажут. Вот смотрите, две главные силы обвинят власть в том, что они не верят тому, как эта власть провела эти выборы. Что в этих условиях будет делать демократы? Ну, во-первых, когда мы говорим о том, что некоторые политики, заявления делались задолго до парламентских выборов. Нет, мы сейчас берем вот именно эти моменты, да? Если говорить, потому что если будут какие-то факты конкретные, доказательства и так далее, то это должно рассматриваться, в том числе и Центральная избирательная комиссия, даже рассмотреть на самом деле, если были такие нарушения или нет. Я еще раз повторюсь, что демократическая партия делала всегда заявления, мы были всегда заинтересованы, может быть, больше всех заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли прозрачно и демократично. Поэтому мы исходим из того, что так и не были. То, что некоторые партии недовольны своим результатом и сейчас пытаются, я не говорю про всех. Не некоторые, а две партии, которые, вы понимаете, да? Одни из ведущих игроков. Одни из ведущих игроков. Я надеюсь, что они придут с конкретными примерами, доказательствами того, что есть вот такой-такой или такой-такой момент. И тогда мы посмотрим, что будет дальше. Я благодарю вас. И сейчас нашим телезрителям рада сообщить, что к нам присоединяется политолог Эрнест Варданян. Эрнест. Внезапно, да, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас приветствовать у нас в студии. Вы много пропустили. У нас были комментарии господина Кьеза, господина Рара. Самый смак пропустил. И господин Стариков, да. Вот, кстати, все отвергли российское вмешательство. Все втроем, да? Я вам так коротко говорю. И господин Кьеза очень долго говорил о роли Соединенных Штатов вообще в этих выборах, да? И сравнивал нашу ситуацию с другими ситуациями. Мне первонаперво интересен ваш общий комментарий вот тех результатов, которые есть к этому моменту. Ну, общий комментарий мой, наверное, будет не очень приятный. Но я хочу сказать, что вот на основании тех цифр, которые пока мы имеем, ну, понятно, нам около 120 тысяч голосов, да, или больше уже успели посчитать. Это меньше даже 10% в общей количестве. 24% есть, я могу зачитать. Социалисты 29,8%, демократы 29,5%, Акум 20,8%, Шор 10,7%. Ну, опять же скажу, не хочу никого убежать, но у меня такое ощущение, что 40% населения Молдовы просто сошло с ума. Потому что они проголосовали за партии, которые не предлагают ничего, кроме какой-то буфонады, какой-то внешнего флера за наши же деньги, которые нас же украли. У меня такое ощущение, что в Молдове общий национальный стокольмский синдром. То есть нас держит в заложниках, вот эта власть, и мы же за нее голосуем. Я ничего не понимаю, что происходит в Молдове. Наверное, мне пора обвинять профессию, честно. Почему мы не допускаем, что выборы просто сфальсифицированы? Единственный политолог, который сказал эти слова. Я ничего не понимаю. У нас обычно политологи могут комментировать все. Почему мы обвиняем население, а не допускаем, что выборы элементарно были сфальсифицированы? Господин Степанев, конечно, я верю в фальсификацию выборов, но их невозможно фальсифицировать на 40%. Вы мне извините. Ну, два, ну, три, ну, пять процентов. А почему 40%? Ну, потому что объективно не может быть такого рейтинга у двух совокупных партий, которые, извините, меня только и делали, чтобы вытаскивать деньги из нашего кармана. Я говорю о фальсификации. Причем здесь население? Я говорю о фальсификации. Ну, нельзя фальсифицировать 40% голосов. Почему нельзя? Даже 20% нельзя. Потому что наблюдатели, у нас невиданное количество. Я вам даю аргумент. Я вам даю аргумент, что у нас непонятно количество, значит, избирателей в стране. И я могу привести, у меня опыт определенный есть. Считаетесь вы, не считаетесь. Это другой вопрос. Я говорю, значит, избиратели в стране не двух миллионов и девять десятых. Их с большим может быть два, четыре, два, три. Два и три десятых миллиона. Проголосовало здесь полтора миллиона. Это значит больше 60% вообще. То есть это суперрезультат в нынешних условиях. И это при том, что называется самая низкая явка за все родные независимости Молгога. Конечно. Демократы ходили по республике, социалисты ходили по республике. Ведущие эти три партии, да, и ПАС тоже ходили. И каждый из них должен признать, что половина населения нет в селах. Вы о чем говорите? Нет, половина населения нет в селах. Но они же могли оставить прописку в Молдове. С чего начинается фальсификация, раз уж я пойду по вашей мысли. Она начинается с того, что избиратель есть в списках по прописке. Но он куда-то уехал, возвращаться не собирается. А мы фиксируем, что он есть. Отсюда и мертвые души, и все остальное. Конечно, я все это не списываю со счетов. Но вы меня извините, но невозможно такое количество фальсифицировать. Не может быть, чтобы... Ладно, я не буду повторяться. В общем, моя мысль, я думаю, понятна нашим телезрителям и всем коллегам в студии. Я попробую высказать какую-то такую вот тоже крамольную мысль. Вообще не идет ли здесь речь о каком-то системном кризисе, демократии, которая дает такие вот результаты? Потому что подобные неожиданные результаты в последнее время на выборах стали, возможно, очень во многих странах. Возможно, какие-то демократические принципы девальвированы и просто уже не работают. Ну, если так вот, если никого не заподозрить в фальсификациях, я знаю четко, кого нужно просто запрос не в пригодность осудить. Это тогда, получается, социологов. Да, вот получается, что нужно сказать всем социологам, уважаемые наши, вы профнепригодны. Потому что все, что вы писали... И причем, Людмила, мы же знаем примерно, какие социологи на кого работают. Откровенно говоря, опять же, не хочу никого обижать, но примерно мы тут только знаем, да? То есть у нас экспертное сообщество небольшое, все это известно. И здесь нельзя сказать, что вот эти были правы, а вот эти неправы. Неправы, получается, все. Все были, да. То есть вот такие принципиальные рассуждения, ну, вы меня извините, это что-то, опять же, из ряда вон выходящие. По поводу того, что сказал Илья, я с тобой, Илья, во многом не соглашусь. Ты, наверное, имеешь в виду вот эти популистские тенденции в западных странах, когда противоэстеблишмента. Это как раз на Западе явление как часть демократического процесса, естественно, эволюции общественных настроений. И победа Трампа в США, и победа в Центральной Европе многих популистских, так называемых, партий консервативных. То, что происходит в Республике Молдовы, это вопреки демократическому процессу. Потому что если дать Молдове провести свободные выборы, то для власти это будет катастрофа. Ни о какой демократии мы говорить не можем. Максимум, что может... То есть вы эти выборы, я уточняю, эти выборы квалифицируете как несвободные? Абсолютно. 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 Непрозрачные. Ни секунду в этом не сомневаюсь. Вот я сейчас ко всем эпитетам, которые представил лидер демократов, добавила только частичку «не». Ну, лидер демократов говорит, потому что он так должен говорить. У него статус демократический. Ну, Станин Кандус сказал, что это была красивая вообще компания. Согласен, это была красивая феерия несвободы. Согласен, это было что-то с чем-то. Это интересно такое. То есть креативщики должны учиться у Молдовы. Как сделать так, чтобы навертеть как можно большое количество людей в стране? То есть по креативу, по находчивости, по цинизму Молдова просто должна войти в учебники, про технологии, социологии и так далее. Я понимаю, что самый сейчас непонятный вопрос – это то, что будет дальше. Я его все-таки должна задать. Если кто-то из вас готов попытаться как-то эту ситуацию спрогнозировать, я буду счастлива. Но тем не менее, все-таки давайте мы скажем телезрителям, что мы ждем реакцию партии социалистов, их оценки, что они будут делать дальше. Потому что партия Майя Санду, по-моему, весь блока, она говорила от всего блока, они сказали, что они приступают к акциям протеста и назвали эти выборы мошенническими. Но вот все-таки, как вы полагаете, куда нам теперь обозначена политическая дорога? Давайте я на правах прошлачившегося скажу еще раз. Значит, я абсолютно убежден в том, что в той или иной форме мы получаем три или, может быть, даже, не дай бог, четыре силы, которые проходят в парламент. И, конечно, ни у кого не будет большинства. И у нас открывается большое пространство для маневров и всяких коалиций. Так вот, я хочу сказать, что если мы по итогам недоговоренности в этих коалициях потенциальных получим досрочные выборы, то это еще один плюс для власти. Потому что власть выигрывает еще 2-3 месяца. Власть совмещает местные выборы, предстоящие с досрочными парламентскими, и выиграет еще больше, чем сейчас. Четвертая партия, которая принципиально не называет... Продолжение следует... И вы можете друг с другом договариваться. Вы показали этот стой, да? Вопрос только в том, в какой мере оппозиция будет готова и будет иметь голову действовать в нынешних условиях. До сих пор они эту воинцу, как мы говорим, эту волю не показывали. И эту интеллиженцию, вот молдавское слово есть, интеллиженция. Как на русском языке интеллиженция? Сложная умность, но не интеллигентность. Интеллектуальная смекалка. Хорошо, тогда напрашивается сам по себе вопрос. А исключаете ли вы такой вариант, что вот видят то, что происходит, результаты, вот общность, возможно, оценок, ждем дальше, что скажут социалисты. Представители этих двух партий, кратковременно хотя бы, а может и нет, кратковременно, как уже решат, да? Они способны к договору и договориться. Я говорю о социалистах, я говорю о том, что демократы при всех их достижениях, они просто-напросто будут вынуждены пойти в оппозицию. Как вам такой вариант? Кто будет комментировать? Господин Гамураль, вас боюсь даже. Нет, я, во-первых, придерживаюсь того, что надо ждать окончательный результат. Это раз. Во-вторых, мы еще не знаем, каковы будут результаты по одномандатникам. Там могут быть различные сюрпризы. И после этого можно будет говорить о том, что... Конечно, я согласен с тем, что в политике это все возможно, и любые переговоры возможны. Но я бы не стал сбрасывать демократическую партию с будущей коалиции по простой причине, что она и доказала, и собирается вести переговоры для того, чтобы создать, в будущем иметь, находиться в власти. Но если случится что-то другое, то посмотрим. То есть демократы в случае чего готовы уйти в оппозицию? Мы же никогда не говорили, что пришли на всю жизнь во власть. Спасибо вам. Я хотел сказать, вот недавно господин Плохотнюк выступил с заявлением и сказал, что, в принципе, демократы готовы к переговорам. Я думаю, что... Немножко повторю свою прежнюю мысль, что у них неплохие стартовые позиции для этих переговоров, тем более, когда у них рядом есть естественный спутник, который набрал почти 10%. Да, это неплохие стартовые позиции, и они готовы вести переговоры. Наверняка готовы что-то интересное предложить. Я это просто вижу абсолютно четко. Но давайте вспомним недавнюю молдавскую историю. Все партии, формирования, которые в той или иной степени официально или неофициально шли на переговоры с демократами, оканчивали свою жизнь на политическом кладбище. Опять же, не хочу никого обижать, но договоренности с демократами это верная смерть вот этой партии, которая пойдет на переговоры. Поэтому еще раз говорю, инстинкт самосохранения. Еще и еще раз. Я благодарю вас за этот ответ. Виктор Федорович, а давайте вот мы еще с вами подумаем о международном факторе. Вот мы так въедливо сейчас у международных экспертов задавали им этот вопрос. Но вот все-таки вот сейчас эти результаты, они будут положены на стол. Да, и в том числе в некоторых посольствах, как мы понимаем, это тоже. Вот как они себя поведут и насколько определяющим будет их голос? Ну, мы на этот вопрос отвечали уже. Безусловно, вмешательство будет самое очевидное. Я согласен здесь с политологом, кто-то сказал, Кьезо, кажется, сказал, да? Вот я так согласен, что давление будет на них очень большое. Но это не исключает того, что, в принципе, сказал господин Вартанян. То есть, несмотря на давление, которое может быть геополитическим, они должны в первую очередь решить свое политическое будущее и думать о интересах страны. Я скажу больше, не надо исключать переговоров с Демпартией, да? Несмотря на эту историю трагическую, которая до сих пор была, вот, со всеми другими партиями. Потому что я не исключаю, и я знаю многих людей, которые там могут работать, являются профессиональными и так далее, и так далее. То есть, я не исключаю. Потому что, в конце концов, господин Вартанян, и вы, господин Гамурар, и все остальные, мы должны понимать, и в первую очередь, лидер, значит, элит этих партийных, должны понимать, в какой ситуации страна. Через 4 или 8 лет мы все окажемся у разбитого корыта, когда ситуация будет еще хуже, чем она сейчас. Я эту личную драму вижу после 95-го года. И поверьте, как государственник, что я очень сильно переживаю. Не потому, что Степанюк переживает. А реально, вы посмотрите, что осталось позади президента Снегура, после президента Лучинского, после президента Воронина, и после всех остальных наших министров и премьер-министров. И эта драма ожидает сейчас и вас, и всех остальных. Я боюсь... И демографическая, в первую очередь. И демографическая, и социально-экономическая. Это корабль, который сейчас тонет. Его элементарно нужно спасать. И не имеет здесь значения, я сегодня уже говорил. Не отличается наша программа. Я вижу здесь 3-4 социал-демократических партий программ. Просто ребята не хотят осознать. Ребята держатся за свое одно и слушают, что им говорят иностранные послы. Ваш председатель парламента постоянно отправляется в Соединенные Штаты. И да, вот так мы будем воевать против российского вмешательства. Чушь это. Между прочим, Додон это не делает в Москве. Он там никаких обвинений в сторону Соединенных Штатов. Надо эту страну восстанавливать. Используя в том числе соседей, используя геополитический фактор. Но надо думать в первую очередь о стране. То есть лозунг вашей партии в принципе правильный. Но когда он появился в избирательной кампании, так надо было, ребята, работать 10 лет на этот лозунг. А не сейчас. Не исключается. Я повторяю. Не исключается в том числе переговоры. Но, значит, надо согласиться, что в первую очередь должны думать те партии, которые должны сменить нынешний режим, потому что он не годится. Он неэффективный. Нет результатов. Никаких нет. И с дорогами, и с зарплатами, и с пенсиями, и с рабочими местами. Они должны признать, как нормальные люди, рациональные. Провалились мы. Нет у нас специалистов достаточных. Давайте найдем у социалистов. Давайте найдем. Давайте мы соберем какой-то круглый стол. Мы что, не видим, что страна разваливается? Ребята, это же элементарно. Это видно по всем данным. Если позволите, я продолжу мысли господина Степанюка и отвечу одновременно на ваш вопрос. Геополитики на этих выборах было гораздо меньше, и слава богу, потому что, наконец-то, большинство политических сил поняли, что не имеет смысла говорить о геополитике, когда у тебя корабль тонет. Какая геополитика, если мы в одной лодке, которая получила пробоину, и вот-вот захлебнется? Давайте мы сначала залатаем дыры, а потом будем думать, в какую сторону двигаться. То есть здесь очень тонкая грань между внешним фактором, который никогда не перестанет на нас влиять. Он будет всегда над нами. Правый, левый, европейский, российский, он всегда будет над нами висеть. Вот эта тонкая грань между учетом внешних интересов наших партнеров и необходимостью соблюдения наших интересов. И вот тут, вот это пространство для маневра гораздо более продуктивное, чем просто крики о России или о Западе. Я благодарю вас, Илья. Ищу вам слово, и мне вот говорят, что нужно уже закругляться. Я очень скептически отношусь к тому, что призывы господина Степаникова заменяют свое действие, хотя бы потому, что, на мой взгляд, наша страна находится во внешнем управлении. На данный момент Виктор Федорович обращается просто не по адресу. То есть вы советуете ему сразу в посольство обращаться. Я хотел бы сказать, что для начала нам нужно просто вернуть страну нам, гражданам Молдовы. А уже потом мы можем, мы, когда это произойдет, сможем сделать все для того, чтобы наша страна выжила и процветала. То есть ты не против меня? Ты просто согласился со мной. Я с тобой, между прочим. Наше время вышло. Вот мне говорят, мне остается только вас поблагодарить за то, что вы пришли и за то, что нас с вами выбрали телезрители. Они нас смотрели и смотрели наших политологов и наших международных комментаторов. И мне это очень лестно и приятно. Что ж, я думаю, что окончательные результаты нам станут уже ясны где-то ближе, наверное, к утру. Потому что на данный момент 29,1 обработаны бюллетени. Я произнесу эти цифры. У социалистов 29,6%, у демократов 28,9%, а ком 21,6%, шор 10,2%. Будем внимательно следить за тем, как разворачивается ситуация. Ну и, конечно, информировать наших телезрителей. Не далее, чем завтра. Я жду вас в 18 часов 40 минут, где мы будем подводить уже, я думаю, итоги по всем 100% проголосовавших. Спасибо вам большое. Это была программа «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин